Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса Подлегаева. Я рада приветствовать вас у себя в гостях. Я говорила, что я приспособлюсь каким-то образом снимать на балконе со штатива, и я это сделала. Но у нас, к счастью, пришло наконец-то тепло, пришло лето. И, к небольшому сожалению, теперь мои съемки будут сопровождаться звуками с улицы. Это будет и лай собак, и рев машин. Но этой жизни никуда от этого не денешься. Итак, сегодня 11-й день моего вязального марафона. И он не очень продуктивный в плане результата, но он продуктивный в плане того, что в моей голове роится куча идей. И когда идей слишком много, они перебивают одна другую, поэтому продуктивность при этом падает. Но это все нужно переварить, переосмыслить, и потом работа пойдет в своем русле. Итак, я сегодня буквально только пару рядочков провязала вот этой сумке. И, наверное, мне придется ее распустить, потому что она стала вот здесь сужаться. То есть я перетянула слишком. Я когда вяжу, подтягиваю ниточку. И, видимо, я ее перетянула. И вот такое вот сужение мне не очень нравится. Поэтому вечером попрошу мужа, чтобы он помог мне распустить, потому что три нитки и тяжело распускать в одни руки. Ну, а так, конечно, мне вообще очень нравится. Я в предвкушении, какая-то красота будет. Так, вы видите, что у меня тут много ниток, много крючков, и надо, чтобы ничего не перепутать. Вяжу я его крючком два с половиной, эту сумочку. Дальше. Мозаичное вязание. Сегодня я приступила к обучению. Вот такой вот маленький квадратик связала. Вязала я по видео-мастер-классу. Есть у меня и книга. Сейчас я вам скажу. Это книга Юлии Гендиной. И по ее же мастер-классу на ютубе я и вязала. Но в мастер-классе там провязано всего восемь рядов. И очень мелкая схема. Я даже не нашла момента, чтобы можно было сделать стоп-кадр, доскринить и вязать дальше. К сожалению, вот по рисунку, там вроде бы логично все, и можно дальше вязать по рисунку, но я еще пока что не сообразила, как это делать. Ну, в принципе, процесс интересный, но очень такой требует большой сосредоточенности. Что по поводу этого хочу сказать? Что вот очень красиво смотрится в кадре. Хочу сказать, что пока что я отложу. Наверное, это дело. Вот здесь вот вы видите схему. Не знаю, забанят, не забанят меня на ютубе, что книга раскрытая лежит. Но потом хочу попробовать связать квадратик по вот этой схеме. Но это будет все-таки потом, скорее всего, даже после вершинской весны. Потому что осваивать новое ремесло и подготавливаться к ярмарке, ну, это не совсем правильно, как мне кажется. Потому что учиться нужно вдумчиво, а мне нужно сейчас больше вязать на наличие. Потом, что еще? Я сегодня начала вязать вот такую белую панамку из пряжи Коко от Вита. и вяжу крючком. Так, вот каким крючком я вязала, я не помню. Но не точно не 2,75. Ну, ладно, придется подбирать, конечно. Потому что я металась тут сейчас с процессами и потеряла крючок. Вот такая панамка. Мне нравится рисуночек такой по спиральке. Я думаю, что белых панамок я буду вязать несколько. И, возможно, что и одним узором, и чтобы были разные размеры. Так, почему я ее не довязала сегодня? Потому что мы с мужем вчерашний стенд торговый, мы его переделывали. Потому что нам нужно его было распилить пополам, чтобы он помещался в матис. И когда я буду ездить по ярмаркам, чтобы я могла все это дело собрать воедино. Я вам покажу, когда завтра будет работа завершена. Я вам соберу его и сниму, покажу, как это будет выглядеть. Потом ко мне приехала моя коллега по клубу Таня Ускова, которая занимается лоскутным шитьем. Она привезла детские платья. Я отдала ей желтую кокетку, которую я вам показывала, кажется, вчера. И мы с ней пока общались. Естественно, нам пришли в голову еще идеи, как нам совместить свое творчество с шитьем и вязанием. И вот это вот одна из задумок. Вот один шнурочек я связала. Начала вязать другой. И обо всем об этом, если из этого что-то получится, конечно, я вам покажу все в своих последующих выпусках. На этом я хочу с вами попрощаться. И сейчас я вставлю вам кусочек видео. Я сняла эти платья. Они просто вообще потрясающие. Настолько результат превзошел все мои ожидания. Я вообще в восторге от этих платьев. Они очень красивые. Вот такая красота. Это Татьяна привезла сегодня. Два платья. Сейчас я постараюсь показать поближе. Красный цвет очень плохо передается. Вот бантик не видно ни на фото, ни на видео. Вот здесь вот такой красивый бантик кокетливый. Сзади, сейчас вам покажу. Сзади вот такой вот пояс, который можно будет уже завязать. Ну, смотря какая будет талия у девчушки. Очень красивое платье. Мне очень оно нравится. Ох, извиняюсь. Нет возможности мне показать как-то по-другому. Поэтому пока что вот так. Татьяна там купила манекен. И он должен ей прийти скоро. И вот она должна его привезти ко мне. И тогда, может быть, у меня получится сфотографировать все это на манекене. Сейчас я вам покажу еще одно платье. Так, ну а это платье вообще красота. Красивущая. Оно немножко передается нежней на видео, чем есть на самом деле. Оно чуточку поярче. Вот эта кокетка связана из пряжи бегония. И здесь вот в тканях я не разбираюсь. Но гляньте, какая прелесть. Вы только посмотрите. Посмотрите, какая красота. Вот здесь вот другая юбочка. Сейчас еще покажу. Вот такой бант красивый. Украшает талию. И еще вот есть вот такой вот ободочек. Тоже с таким бантиком. И вот эти бантики делала Третья мастер из нашего клуба Арт Актив. На нее тоже оставлю ссылочку. В описании под видео. Зовут ее Наташа. Так что вот такая вот прелесть. Очень нам нравится то, что получилось. И надеемся, что понравится не только нам, но и найдутся покупатели. Вот такая прелесть. Спасибо вам за просмотр. Если вам интересно, что же будет дальше, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал. И всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...